Приветствую вас. Тут наш замминистра иностранных дел по евроинтеграции, есть у нас такой замминистра, такая милая девочка Елена Зеркаль, так ее звать, дала интервью издательству Reuters. Вот что она заявила. Смотрите. Украина, которая противостоит пророссийским боевикам в восточной части Донбасса в течение около трех лет, обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп вычеркнул Киев с любым переговором, когда будет пытаться улучшить отношения с Москвой. Поэтому, ну это продолжение цитаты, поэтому мы говорим о будущем нашей страны. Мы не хотим быть исключены из переговоров. Вот заявила такое Елена Зеркаль. Лена, я конечно понимаю, что ты замминистра иностранных дел, но Бог свидетель. Понимаешь, Леночка, ты посмотри, как выступал Примаков. Пожалуйста. Ну посмотри, я понимаю, вот это. Вот это из дипломатии. Посмотри, как выступают другие дипломаты. Ну хорошо, те, которые сейчас есть. Ну ты посмотри, вообще, ну сходи хоть на курсы подготовки дипломатов. Ты понимала, что такое. Пойми, Леночка, в международной политике никто так не говорит. Понимаешь, в чем тут разница? Дональд Трамп это президент самой большой страны мира. Самый большой. Понимаешь, и если ты хочешь действительно до него докричаться, про Путина я молчу. Это бы смысл. Он слушать тебя не будет, а Дональд Трамп может. Надо правильно строить предложение. Правильно обращаться. Пойми, Лен, сейчас твое обращение, очень знаешь, на что похоже. Вот представь. Международный чемпионат профессиональных боксеров. Выходит два гранта. И тут появляется тренер школьной боксерской команды. Вот ты сейчас дам. И ты даешь советы. Ты даешь одному с профессиональным боксером. Вот так оно смотрится. Понимаешь, как? Пойми, Лен, во-первых. Ну, первая ситуация. Надо первонаперво извиниться перед Дональдом Трампом про всю эту грязь, весь этот пасвель, которую украинская власть вылила на него, когда он был кандидатом. Просто извиниться. Вот понимаете, вот здесь надо проявить такой такт. Стать и сказать, да, мы были неправы. Мы виноваты. Мы действительно занимались, ну, не своим делом. Мы вмешивались в выборы США. Просим прощения. Вот это первое, что надо сделать. Второе. Раз навсегда. Дать понять. Понимаете, как оно красиво, дипломатист. Дать понять Дональду Трампу, что украинская власть готова помочь Дональду Трампу решить восточную проблему. Понимаете, как? А не ставить условия. Потому что сейчас... Ну, я так понимаю, что, Лена, твое сообщение даже Трампа никто сообщать не будет. Вообще. Даже в новом обзоре не будет. Ну, понимаешь, он не кичен с точки зрения. Тем более, с точки зрения дипломатии бессмысленно. Потому что, понимая, ну, это получается как? Ты даешь советы президенту самой большой страны мира, что ему делать. Он без тебя понимает, насколько сложно ему за Россию. Он без тебя, происходяло, понимает, насколько сложно решить его вопрос на Донбасс. По этой причине, если ты хочешь докричаться, надо делать это правильно. А вот это... Ставить условия, требовать... Лена, ну это смешно. Ну, ты же взрослая девочка. Ну, это смешно. Это просто смешно. Субтитры создавал DimaTorzok